Вот он, Дмитрий Карагодин. Еще недавно трудился в прокуратуре и, судя по всему, был на хорошем счету. Весной его назначили исполняющим обязанности прокурора всего Балашовского района. Преступление исполняющее обязанности прокурора совершал, можно сказать, прямо на рабочем месте. У дверей прокуратуры его ждала машина предпринимателя Володина, у которого Дмитрий Карагодин и вымогал 400 тысяч рублей. За это прокурор обещал не сажать сына мужчины и отдать запись, на которой видно, как один молодой человек избивает другого. Отрицать очевидное Карагодин на суде не стал. Карагодин признавал факт получения денежных средств, однако он сообщал следствию о том, что в его действиях не имелось состава преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса, то есть взятки. Он полагал, что в его действиях имеется состав преступления мошенничество. По статье «Получение взятки» максимальное наказание – 12 лет лишения свободы, а вот за мошенничество можно отделаться и условным сроком. Судья приговорил бывшего прокурора Карагодина только к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. У него уже двое детей, он вину признал. Статью 64 применили. Мне кажется, даже можно было бы мягче дать приговор. Я считаю, что именно было получение взятки, а это их право, скажем, предлагать, квалифицировать их действия по умению к серьезному составу обвинения. На первом этаже полиция, на втором прокуратура, на третьем суд. В Балашове сделали все возможное, чтобы защитить, если не честь, то хотя бы лицо бывшего коллеги. Каждому журналисту и оператору, которые работали на процессе, приставили по приставу. Но мы все равно заметили, как после оглашения приговора осужденный Дмитрий Карагодин отправился домой. Теперь он может обжаловать приговор вышестоящей инстанции. Анна Головчинская, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.